Генеральный партнер программы «Новости» – производственное предприятие «Меркурий-2». Продаются двухкомнатные квартиры в жилом комплексе «Солнечный», расположенном в курортной зоне города-курорта Анапа, в непосредственной близости от моря в тихом и спокойном месте. Компактные и удобные планировки квартир, благоустроенная дворовая территория, уникальное соотношение цены и качества строительства. Пионерский проспект 255-2, телефоны 48300 и 48333. Эфир канал РНТВ продолжает новости Анапа-регион в студии Ирины Меркурьева. Здравствуйте! Смотрите сегодня в выпуске. Цены в гипермаркетах под контролем. Комиссии специалистов управления по торговле и администрации города совместно с прокуратурой работает в «Магните». Настоящим мужчинам посвящается. Торжественный концерт в честь Дня защитника Отечества показал нам, что они в жизни есть. Они познакомились на фронте. Супруги Шубина вместе 70 лет. Сейчас обо всем подробнее. Сколько стоит хлеб и почем нынче мясо? Этот вопрос волнует не только покупателей. Рейдовая группа побывала с проверкой в гипермаркете «Магнит». У мясных рядов и молочки в гипермаркете «Аншлаг», но не за покупателей. Товарами первой необходимости в этом магазине, а особенно ценами, заинтересовали сотрудники прокуратуры и администрации города. В списке мясо, крупы, хлеб, яйца, колбаса и сыр. Не оставили без внимания овощи и фрукты. Сегодня мы наблюдали рост цен на апельсины, мандарины, овощи, далее сельдь. 30 рабочих групп в магазинах города и сельских округов ежедневно проверяют ценники на социально значимые продукты питания. Результаты мониторингов направляются в прокуратуру для дальнейшего рассмотрения. Около 60 заявлений по завышению цен специалисты управления торговли уже зафиксировали. Заметили ли покупатели изменения в ценах? Очень сильно, особенно на овощи. Мы уже не говорим не о колбасах и мясопродуктах. Овощи очень хорошие цены. Завышение цены, я бы не сказала, что я заметила в нашем гипермарте. Цены устраивают нас. Пока не видим завышений. На яйца у них было резкое повышение, когда 96 рублей десяток стоило, это, конечно, было. Морально немножко не готовы были. А так нормально. Прокуратура города напоминает, что за необоснованно завышенные цены поставщиков ждет ответственность, административная или уголовная, в зависимости от скачка цены. Если вы заметили завышение цен, звоните по телефонам горячей линии 58047 и 8918 17 25 025. Работу по выявлению наркоманов среди молодежи призывного возраста обсудили на заседании антинаркотической комиссии под председательством главы Анапы. Статистика не должна расходиться с истинным положением дел в этой сфере, подчеркнул Сергеев. Когда речь идет о здоровье молодого поколения, формальный подход неприемлем. О работе медкомиссии рассказал врач-терапевт Анапского военкомата Иван Микитюк. При постановке на первоначальный воинский учет парни проходят серьезное медицинское обследование с обязательным тестированием на употребление наркотиков. В предыдущие годы лиц, употребляющих наркотические препараты, нам и выявлено не было. С одной стороны, этот факт не может не радовать, но Сергей Сергеев акцентировал внимание на том, что надо тщательнее проанализировать ситуацию. На первоначальный воинский учет становится немало юношей, в этом году почти 900 человек. К сожалению, зачастую проблема наркомании носит латентный характер. Ранняя диагностика очень важна, и в первую очередь для самих молодых парней. Тема очень такая. Молодцы, что поднимаете эти вопросы, но, мне кажется, надо готовить ее. Готовить, все, главное, статистические данные, потому что вот эта фраза, что нет, не обнаружили, 700 человек во все это, но не верят. Участники антинаркотической комиссии обсудили работу волонтеров с молодежью группы Риска, а также наметили план профилактических мероприятий на ближайшее время. Различные молодежные акции пройдут в городе и сельских округах 1 марта, в день борьбы с наркоманией. О программе мероприятия мы расскажем в ближайших выпусках новостей. Курсанты Института береговой охраны по традиции к Дню защитника Отечества возложили гирлянду к вечному огню. От имени всех анапчан, жителей города воинской славы, ложатся к подножию памятника у вечного огня гирлянда памяти. Красивая, неприходящая, живая традиция. Торжественное мероприятие в честь защитников Отечества в нашем городе неизменно проходит на самом высоком уровне. И не может быть по-другому в городе, где курсанты Института береговой охраны принимают из рук ветеранов знамена частей, защищавших Анапу. В этом великая преемственность поколений. По силе патриотического звучания несравнимая ни с чем другим. Ведь на сцене стоят настоящие офицеры и среди них капитан-артиллерист, прошедший дорогами Великой Отечественной. Алексею Степановичу Ярославцеву далеко за 90. Но на этом мероприятии он держится бодро и ответственно. Молодые курсанты с трепетом принимают боевые знамена. Наша главная задача сегодня – быть сплоченным, единым, сильным народом. У нас есть яркий образец для подражания. Еще раз хочу повторить – это наши уважаемые ветераны. И с особой теплотой я сегодня хочу обратиться к ним. Вы – наша гордость, вы – наша слава, национальное достояние России. Будьте уверены, мы сделаем все, чтобы сохранить выстраданный вами мир. На сцену выходят наши лучшие военные. Подтянутые, стройные и с гордостью звучит «Служу России». С таким же чувством гордости за свою профессию и родину звучит песня курсантов Института береговой охраны, глядя на них, понимая, что перед тобой настоящие мужчины. Песня «Сокрушимая и венитация» Эти мероприятия очень важны, потому что они воспитывают молодежь, во-первых. Они, и вот люди, те же ветераны, которые, они не сидят дома, они хоть как-то, знаете, вот их приглашают, они сразу думают. Вот, значит, мы тоже нужны, тоже наш опыт нужен. Ну, передают вот этот опыт, который есть. Конечно, это очень важно. В знак признания за подвиги сыновей, погибших в локальных войнах, для всех женщин и мам, сегодня впервые прозвучала песня, написанная анапским автором Еленой Громовой. И исполнила ее Людмила Комарова. И работники культуры, и творческие коллективы, судя по накалу торжества, придают особое значение этому празднику. Торжество прошло словно на одном дыхании. Нарушил правила тонировки – заплати штраф. Сотрудники отдела ГИБДД Анапы выявляют факты нарушения правил дорожного движения. По убеждению инспекторов, машин, тонированных с нарушениями, в городе-курорте много. С начала года к административной ответственности они привлекли около 300 водителей. Напомним, за управление автомобилем, стекла которого покрыты цветными пленками, или с несоответствием технического регламента, грозит штраф 500 рублей. Светлана Викторовна, вы знали, что вы нарушили правила дорожного движения, управляя транспортным средством с нанесенным покрытием на передние боковые стекла? Да, но так получилось, что мне нужно было срочно ехать по делам, и я взяла автомобиль у брата, автомобиль не мой, и я решу этот вопрос, потому что не хотелось бы права нарушать, да, и нарушать правила. На специальном приборе инспекторы проверяют, насколько темна пленка. Лобовые, боковые и передние стекла должны пропускать не менее 70% света. Есть нарушение? Плати штраф. И здесь же водители просят убрать темную тонировку. Если водитель отказывается устранять причину совершения административного правонарушения, то есть снять пленку с передних боковых и ветрового стекла, водителю выдается требование. Если водитель повторно попадается с тонированными стеклами на следующий день, управляет этим же автомобилем и не устранил пленку, то есть не выполнил законные требования сотрудника полиции, к данному водителю применяется более жесткая санкция, за которую предусмотрен административный арест до 15 суток. А вот при наличии с обеих сторон наружных зеркал заднего вида на тонирование задних стекол внимания не обращают. Запрещена только зеркальная тонировка. Самый креативный, интересный и коммуникабельный. Компетентное жюри выбрало лучшего на конкурсе «Ученик года». Проводится он ежегодно в течение 18 лет, расскажет наш корреспондент. Перед выходом на сцену, как и у других участников, у Екатерины Макаренко небольшое волнение. Хотя теперь, говорит девушка, лучше уж довериться везению. Она уже по счастливой случайности попала в семерку финалистов этого конкурса. Выбрали меня совершенно случайно, и так получилось, что я заняла второе место на первом этапе. Надеюсь, что все у меня получится. Из домашнего задания для школьников жюри оценивает изобретательность подачи себя, как личность творческую и разностороннюю. Катю поддерживали и помогали во всем друзья и родители. Вместе с ними разыгрывали небольшую сценку. Готовились мы хоть долго, было немножечко сложно, а когда вышли на сцену, совсем все другое. Пришлось полностью импровизировать, и эмоции просто зашкаливают. Ежегодно управление образования определяет самого лучшего ученика. Однако конкурс за последнее время значительно обновился. С каждым годом лучший ученик должен показать все больше умений и способностей. И что самое главное, когда беседуешь с детьми, им это нравится. Потому что у них появляются новые друзья, у них появляются какие-то дополнительные увлечения, у них появляется стимул быть лидером. Для победителя интеллектуального состязания – ценные подарки, сертификаты и самое главное – звание лучший ученик года. 70 лет со дня победы и почти столько же их совместной жизни. Супруги Шубины – семейная пара ветеранов Великой Отечественной из Алексеевки. Они познакомились в годы войны и до сих пор вместе. Дочка, три внука, трое правнуков. А тогда, во время Великой Отечественной, приходилось только мечтать, лишь бы живыми остаться. Было страшно, конечно. Там же и сверху, и снизу, и со всех сторон били. У меня был повар, шеф. И ему прямо у этот разливную попал снаряд, и его убило. А я осталась. Дочерина с гордостью показывает фотографии родителей с фронта. Большинства их боевых товарищей уже нет в живых. Подвиги старших для семьи – большая ответственность. Я детям, своим внукам, ну, как бы это передаю, потому что тот, кто забывает свои истоки, свои корни, к сожалению, не имеет будущего. Когда есть возможность рассказать о своих дедушке и бабушке, ну, они ее не упускают и гордятся, конечно. После окончания школы Василий Шубин выучился на шофера. Эта профессия пригодилась ему на фронте, стала самым главным делом всей последующей жизни. В военные годы Василия Ивановича отправили в действующие войска в качестве механика-водителя. А потом командование перевело его в разведку. Помню, как и немцев били, как и ловили живых. Вот. Ой, тяжело очень вспоминать. Вера Яковлевна во время войны работала поваром. С Василием Ивановичем, своим будущим мужем, познакомилась прямо на фронте. Вместе переносили все тяготы военной жизни и мечтали о мирном небе. Залезу мыть котел, вылезу вся, как Дед Мороз обмораживает. И руки поморозила, и ноги поморозила, валенки примерзали до ног. Вера Яковлевна в мае отметит юбилей. Ей исполнится 100 лет. Через три года Шубина мечтает отпраздновать 70-летие совместной жизни. Сегодня в окружении родных каждый прожитый день для супругов – это своя маленькая победа. И это все новости на сегодня. Далее смотрите прогноз погоды. Здравствуйте, уважаемые телезрители. В студии Наталья Азмызгова. Погода в курортном городе изменчива и непредсказуема. Еще вчера город дремал под снежной шапкой, а в пятницу будет ясно и потеплеет до плюс 2 градусов днем. Синоптики обещают, что резких перемен в погоде пока не ожидается. Будьте осторожны на дорогах и городских улицах. Потепление означает гололед и повышенную травмоопасность не только для водителей, но и для пешеходов. Спонсор прогноза погоды – офтальмологическая клиника «Тризе». О здоровье нужно заботиться ежедневно. Если у вас проблемы со зрением, самое время обратиться к команде профессионалов. И пусть независимо от погоды за окном, ваше настроение будет неизменно хорошим. Считаете, что раньше вы видели лучше? Самое время посетить врача-офтальмолога. Комплексная диагностика в офтальмологической клинике «Тризе». Мы расскажем все о вашем зрении. Запишитесь на диагностику в анапском подразделении «Тризе» по телефону 30 310 Крымска 242. «Тризе» – 12 лет. Мы заботимся о ваших глазах. Партнер программы – производственное предприятие «Меркурий-2». Эти и другие новости вы можете найти на нашем сайте и в социальных сетях. А я с вами прощаюсь. Всего доброго и до встречи. Генеральный партнер программы «Новости» – производственное предприятие «Меркурий-2». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова